Вы должны понять, все, кто финансами занимается, все, кто бизнесмены, все, кто вообще, даже те люди, которые сегодня в партнерском отделе трудятся, да вы все, кто с финансами связаны, вы поймите, финансы неразделимы с верой. Вера ваша выражается в финансах, понимаете, всегда. Вера ваша выражается всегда в чем-то конкретном, понимаете. И вы должны знать, бизнесмены, послушайте, когда ты знаешь, ты говоришь, Бог, я обещаю тебе, есть вещи, которые ты должен дать Богу обет, отойдем на секундочку от проницательности. Это что ты будешь послушным, это что ты ни в коем случае не будешь людей унижать в своем разуме, что ты не будешь кого-то называть дураком, потому что он не может сделать то, что делаешь ты. Что ни в коем случае ты не окажешься непослушным, что ты не начнешь объяснять, что пастору покупать, а что ему не покупать, какие туфли ему носить, какие не носить, какое кольцо он достоин носить, какой не достоин. Понимаешь, то есть, не, если человек такое допустит, он моментально все потеряет. Видел ли я такое? Да, конечно, видел, к сожалению. На этом все и заканчивалось. Бог может 10 лет над человеком работать, а потом в один день все разрушить, потому что это Бог. Понимаете? Для Него вообще, Он свои принципы не переступит. Никогда. И я вам говорю, подчините себя принципам Божьим. Послушание, смирение вызывает на вас благодать. Теперь послушайте. Концентрация, сосредоточенность. Ваше первое задание, которое я вам задаю сегодня. Сегодня вечером, перед тем, как вы ляжете спать, возьмите, и просто, когда вы ляжете в кровать, возьмите и попытайтесь вспомнить весь ваш день с самого утра. Вспомните весь ваш день, вспомните какие-то моменты, и то, что вас расстроило где-то, возьмите и замените это на то, в своем воображении, на то, как бы вы хотели, чтобы оно произошло. Перепишите это событие в своем разуме. И самое главное, чтобы вы сами искренне в это поверили и больше не возвращались в своих мыслях к плохому, а верили, что было так. Потом успокойтесь. И самое первое, чему я вас хочу научить, это не самой уже концентрации и сосредоточенности, а тому, как к этому подойти. Вы должны успокоить свой разум вечером, поняли? У вас завтра предстоит день. Поэтому две части я прошу вас сделать с двух вещей. Первая касается сегодняшнего дня. Вы должны пройти его полностью, все вспомнить, переписать какие-то неприятные моменты в своем разуме, прямо все сделать, как вам нравится, поулыбаться, поблагодарить Бога. Потому что истина, истина, она не в том, что произошло. Истина всегда в том, что Бог называет несуществующее, как существующее. Если ты начнешь мыслить, как Бог, то истина и будет в том, что делает Бог. Бог говорит, я грехи ваши заброшу за хребет и не воспомяну более. Помоги мне стать ответом. Ты можешь мне ничего не давать. Дай, пожалуйста, чтобы люди слышали слово, чтобы люди сегодня исцеляли, чтобы сегодня не пастор искал эти деньги на этих переводчиков. Чтобы нет, чтобы я нашел деньги. Чтобы мы все тут взялись и нашли деньги. Чтобы на нас был один дух, одна вера, одно крещение. Один Господь, Бог всех, Отец всех. Знаешь, когда у тебя мышление начинает меняться, вот тогда, следующий день, ты видишь его, как победитель до того, как этот день еще наступил. Потому что ты себя предоставил Богу, а не Бога предоставил себе. Разницу уловили или нет? Поэтому подчините себя Богу. И самое первое, вот, это часть. Вы должны в конце поулыбаться. Просто поблагодарить Господа за его прощение. Сказать, что Господи, я ни в коем случае не хочу делать чего-то плохого. Ты знаешь, я пришел, каждый из нас пришел к тебе не для того, чтобы грешить, а для того, чтобы славить имя Твое. Но все мы будем, друзья, несовершенными до конца дней. И мы не будем тянуться к греху. Мы будем тянуться к Иисусу и к Его благодати. Аминь. И смирение, смирение притянет в нашу жизнь благодать. Аллилуйя. Это действие. Благодать – это действие. Благодать – это сила. Благодать – это мощь Божья. Для нашей жизни. Это как право Богу действовать в твоей жизни. А твое право верить в хорошее, когда заслужил плохое. Вот что такое благодать. Дьявол приходит на основание не благодати, а закона. И он говорит, по закону ты заслужил плохое, поэтому Бог даст тебе плохое. И потом он пытается принести плохие обстоятельства в твой бизнес. Он приходит и приносит обстоятельства, плохие новости в твои финансы. И он говорит, видишь, это все потому, что ты такой, ты такой, ты это сделал. Он врет тебе, чтобы ты уверовал в Него, а не в Бога. А Бог говорит, нет, верь в благодать. Ты получишь то, что ты не заслужил. Итак, вторая часть. Я вам все первую рассказываю. Касается сегодняшнего дня. Это задание на сегодня. Я очень вас прошу, пожалуйста, не отнеситесь к этому поверхностно. Потому что жалко будет вас, если вы просто что-то... Знаете, как Иисус говорил? Не мечи бисер перед свиньями и не бросай святыни псам. Он не говорил о свиньях и не говорил о псах. Он говорил о людях, которым Он давал слово, которое было по-настоящему жемчугом. Понимаете? И мы должны сами определить, кто мы. Мы люди достойные или мы псы, или мы свиньи. Это не Бог определяет, это мы определяем. Как мы слушаем, вот это определяет. Как мы исполняем то, что говорит сейчас пастор. Так вот, первую часть, вы поняли? Первая, вторая часть. У вас завтра день. И завтра у вас, знаете, день, который вы не знаете, как он пройдет. Вы не знаете, что вас встретит. Но вы должны уже с вечера подумать о завтрашнем дне. И увидеть, увидеть себя со стороны. Увидеть. Знаете, как будто бы представить, как вы проснетесь. И какое чувство у вас будет. Возможно, каждое утро вы просыпаетесь, и у вас на душе скверно. У кого-то бывает такое, скажите? Бывает, да? На душе плохо, и пока придешь в себя, там, вот у людей бывает, да, такое? Слушайте, это исчезнет. Если вы будете слушать, что я вам говорю, вы забудете про это вообще. Это исчезнет на веки вечные. Вы должны сразу, проснувшись, уже знать, что вы сделаете. Что вы просто скажете, благодать Иисуса Христа на мне. Благодать Иисуса Христа на мне. Халилюя. А какая причина этой благодати? Какая причина, что у меня будет хороший день? Какая причина? Вот знаете, в чем наша проблема? Мы ищем причину. Но на самом деле причины не существует в нас никакой. Причина так Бог захотел. И Он за это заплатил. И пока ты ищешь причину, ты всегда будешь оставаться без миллионов долларов, без хорошего настроения, без хороших друзей, без успеха, без здоровья. Хотя, послушай, причина в том, что ты ищешь причину. Когда ты поймешь, нет никакой причины. Я просто послушан. Послушание призывает благодать. То есть все, чего не должно было произойти в моей жизни, произойдет. Просто класс, правда? А если я возгордился? А если я повел себя неправильно? А если я, ну вообще, натворил такого, что на уши не натянешь? Знаешь что? Будьте хитрыми. Кайтесь сразу перед Богом, перед людьми. Вам должно быть все равно, что о вас подумают. Просто скажи, Бог, посмотри на мое смирение, как Давид говорил. Его друг Овеса говорит, я пойду отрублю ему голову, этому семею. А он говорит, не вздумай. Бог повелел ему злословить меня. И пусть Бог увидит, как он злословит меня и мое сердце, как я смиряюсь. Что я могу его убить, но я не буду этого делать. Я могу ему сделать зло, но я не сделаю. Пусть он увидит и спасет меня в этой ситуации. И простит меня, и поможет мне. И Бог так и сделал или нет? Так и сделал. Понимаете? Для того, чтобы присоединиться к домашней группе для бизнесменов с апостолом Владимиром Мунтианом и стать успешным бизнесменом и предпринимателем, вы можете оставить заявку на рассмотрение, и мы свяжемся с вами.